Секретарь Рязанского обкома КПРФ, депутат Рязанской областной думы Галина Гнузкина приводит цифры. По ним можно судить о необходимости принятия закона. Если в 2013 году рязанцев, которых можно отнести к категории «дети войны» было 156,5 тысяч, то по состоянию на конец сентября этого года их осталось 85 тысяч 77 человек. Из них более 10 тысяч не имеют никаких льгот. На федеральном уровне закона о поддержке детей войны не принят, но Рязанская область может принять закон и самостоятельно оказывает меры поддержки этой категории населения. Мы подчиняемся закону федеральному, но также и уважаем указ президента Российской Федерации, майский указ 2018 года, где было особенно сказано о бедности, в части бедности, что и этой категории людей надо оказывать всю помощь по улучшению жилищных условий. Категории «дети войны» рязанские коммунисты предлагают причислить рязанцев, которые родились в СССР и проживают в Рязанской области. И до 3 сентября 1945 года им не исполнилось 18 лет. Мы за то, чтобы приняли этот закон, потому что этой категории людей необходимы ежемесячные выплаты, потому что они не имели детства, они стояли за станком, они работали на полях, наравне со взрослыми и после войны также восстанавливали народные хозяйства. В 2020 году исполнится 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. По мнению рязанских коммунистов, такой закон стал бы подарком для рязанцев, которые пережили те страшные годы. Закон о поддержке категории «дети войны» давно принят в Белоруссии и нескольких регионах России. Действует он и в Германии.